Ну что ж, продолжаем изучать невероятный глагол to be, продолжаем приручать его, и сегодня мы посвятим нашу лекцию, наш видеоурок о описании предметов и внешности людей. После этого видео вы сможете называть предметы, отвечать на вопросы, говорить о цвете, форме, размере, качествах предметов и внешности людей. Формы глагола to be, как вы помните, их всего три в настоящем времени, в present simple, am, is, are, зависят они от того подлежащего, которое идет перед глаголом to be. Итак, приступим. Предметы objects. Перед вами красная машина. Давайте попробуем задать вопросы к этой картинке. Например, например, is it a bus? Ответ no, it isn't. Is it a bicycle? No, it isn't. What is this? What's this? It's a car. Вы также можете спросить what is it? What is it? It's a car. Следующая картинка, и теперь ваша очередь отвечать на мои вопросы. Итак, it's a bag. This is a bag. Is it a pencil? Ваш ответ? Правильно. No, it isn't. Is it a suitcase? Suitcase. Чемодан. Is it a suitcase? Ваш ответ? Правильно. No, it isn't. What is this? Или what's this? Или what is it? What's this? Your answer? Правильно. It's a bag. Точно так же вы сможете сами задать вопросы к следующим картинкам. A girl, a table, a pencil и boys. Что нам делать во множественном числе? Какие вопросы сейчас мы можем задать? Ну, например, are they girls? No, they aren't. Are they boys? Yes, they are. Ставьте видео на паузу и пробуйте задавать вопросы и отвечать на них. Итак, цвета. Colors. Я буду называть цвета, а вы повторяйте за мной. Red. Red. Красный. Red. White. Белый. White. Коричневый. Brown. 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 Малиновый. Crimson. Crimson. Розовый. Pink. 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 Оранжевый. Orange. Orange. Желтый. Yellow. Yellow. Светлый-зеленый. Light green. Light green. Зеленый. Green. Green. Синий. Blue. Blue. Голубой. Light blue. Light green. Светлый-зеленый. И light blue. Голубой. Фиолетовый. Violet. Violet. И черный. Black. Black. А теперь давайте попробуем объединить две изученные темы. Называть предметы. Называть предметы и говорить теперь уже и об их цвете. Итак, первая картинка. It's a bag. Это сумка. It's a bag. It's a blue bag. Это синяя сумка. It's a blue bag. Или it is a blue bag. Попробуем задать вопросы. Is it a red bag? Это красная сумка. Is it a red bag? No, it isn't. Is it an orange bag? No, it isn't. What color is it? What color is it? Какого цвета? It's blue. Я еще раз напоминаю, что мы работаем над глаголом to be. Как вы видите, для того, чтобы задать вопрос, он просто перепрыгивает подлежащее it и ставится на первое место. Is it a red bag? Is it an orange bag? Еще обращаю ваше внимание на артикли э и н. В некоторых случаях мы говорим э, мы употребляем артикли э, в некоторых н. Это зависит от того звука, не буквы, а звука, с которого начинается следующее слово. Например, red – согласный звук р. Мы ставим артикль э. В слове orange первый звук гласный – о, orange. Поэтому для удобства произношения мы ставим артикль эн. Э, оранж прочитать практически невозможно. Поэтому эн, оранж. Если мы уберем существительное – bag, и здесь тоже bag, то мы можем просто спросить, это красное или это оранжевое? Если мы убираем существительное, то мы и артикль тоже убираем, потому что, как вы помните, артикль употребляется с существителем, а не с прилагателем. То есть, вы можете сказать, is it a red pack, а можете спросить, is it red? Is it red – это красное? Итак, если есть артикль, то есть существительное, если нет существительного, то и нет артикля. Is it red? Здесь тоже. Is it orange? Да, она оранжевая? Это оранжевая? Он оранжевый, it употребляется, когда мы говорим о неодушевленных предметах или о животных. А теперь ваша очередь. Вы видите кошек, котят. Первый вопрос. Are they dogs? Обратите внимание, что мы употребляем местоимение they, множественное число, и поэтому глагол to be меняется на are. К слову dog, к существительному dog, собаку, мы прибавляем окончание s, потому что это множественное число. Are they dogs? Ваш ответ? Правильно. No, they aren't. No, they aren't. Или no, they are not. No, they aren't. Are they cats? Ваш вопрос? Ваш ответ, извините. Правильно. Yes, they are. Теперь вопрос о цвете. Are they white? Они белые? Are they white? Your answer? No, they aren't. Нет, они не белые. No, they aren't. Are they black? Ваш ответ? Are they black? Правильный ответ. No, they aren't. What color are they? What color are they? Ваш ответ? Правильно. They are grey. They are grey. Они серые. Точно так же вы работаете со следующей картинкой. Is it a pen? Ваш ответ? No, it isn't. Is it a highlighter? A highlighter – это маркер. Highlighter. Is it a highlighter? Ответ? No, it isn't. Is it a pencil? Ваш ответ? Правильно. Yes, it is. Yes, it is. Is it red? Он красный? No, it isn't. Is it yellow? Yes, it is. Смотрите. Здесь, вот в этих вопросах, is it red и is it yellow, мы не употребляем существительное. Поэтому нет и артикля. Как, например, вот здесь. Is it a red bag? Здесь мы просто спрашиваем. Is it red? Соответственно, мы могли бы спросить и так, и таким образом. Is it a red pencil? Это красный карандаш. Но если бы появилось слово pencil, карандаш, то появился бы артикль a. Is it a red pencil? Is it a yellow pencil? Но мы можем не употреблять существительное, ограничиться только прилагателем. Is it red? Is it yellow? И точно так же вы работаете с данной картинкой. Вы можете задавать вопросы, что это, стол ли это или стол, какого цвета, what color is it? Is it blue? Is it green? И точно так же можете поработать с картинкой вот этой. Размеры формы. Size – размер. Shape – формы. А сейчас мы будем описывать предметы, говорить об их форме и уже о цвете. Итак, первое – a circle. Смотрите. It's a circle – это круг. It's a big circle – это большой круг. It's a big violet circle – это большой фиолетовый круг. It's a circle – это круг. It's a red circle – это красный круг. It's a small red circle – это маленький красный круг. Перед словом circle стоит артикль «э». Если вы хотите рассказать о цвете или о форме, иными словами, потребить какое-то прилагательное, то вы ставите его между артиклем «э» и существительным. a big circle – a small circle – a red circle – a big red circle. То есть артикль идет перед прилагательными, но потом обязательно должно идти существительное, потому что артикль не употребляет себе существительное. Теперь давайте вместе. It's a square – квадрат. Это квадрат. It's a square. Теперь ваша очередь. Это большой квадрат. Правильно. It's a big square – это большой оранжевый квадрат. It's a big orange square – это квадрат. В эти паузы вы должны произнести предложение. Только не ленитесь, делайте это, иначе теория останется теорией. It's a square – это маленький квадрат. It's a small square – это маленький черный квадрат. Ваше предложение? It's a small black square. A star – звезда. Это большая звезда. It's a big star – это зеленая звезда. It's a green star – это большая зеленая звезда. Ваше предложение? It's a big green star. Точно так же вы делаете предложение со всеми остальными формами и картинками. Прибавляю по словам. Это звезда. It's a star. Это желтая звезда. It's a yellow star. Это маленькая желтая звезда. It's a small yellow star. Вы говорите сначала о том, большая или маленькая. Big or small – говорим о размере. Затем цвет, а затем форма. А остальные формы я просто прочитаю. Итак, следующее – a triangle и a heart. Не ленитесь, только ставьте видео на паузу и делайте свои предложения.